Защитник «Стальных лис» Ирина Волкова о хоккее мечтала с юных лет. Засматривалась матчами национальный и континентальный хоккейных лиг. Но самой поиграть не удавалось. В Самаре не было женской команды. И как только в 2018 году она появилась, об этом Ирина узнала из газеты. Сразу купила клюшку, форму, экипировку и пришла на первую тренировку. На счету спортсменки уже сотни матчей. Чаще приходится играть в мужской самарской любительской хоккейной лиге. И раз в год выезжать с командой на турнир ночной лиги женского хоккея. Первый день у нас был такой позитивный. Мы всех выигрывали. И все задумки тренера выполняли. То есть пятачок охраняли, зону прикрывали. Во второй день у нас была Скоркина игра. А они там все спортшкольницы. И гоняли нас очень хорошо. Мы выбились из сил. Это незабываемое впечатление. Мы испытали весь спектр эмоций. В этом году «Стальные лисы» ездили в Челябинск на турнир ночной лиги. В группе А дивизион Мышкина они выиграли со счетом 2-1 ночных ведьм из Магнитогорска и 3-2 Казанскую Марусю. Затем дважды проиграли. Сначала хозяйкам турнира команде Коркиной Челябинской области, а затем и сочинским девчонкам. Очень напряженный был турнир. И эмоции были яркие от таких напряженных матчей и упорных побед. Поэтому я считаю, что мы очень достойно выступили. 8 человек было из Самары, 4 человека было из Тольятти и 4 человека было из Хошки. Команда Грации там такая есть. К нам приходит, девушки тренируются, растет мастерство. В итоге «Стальные лисы» заняли третье место из пяти возможных. И до последних секунд последнего матча боролись за второе. За исключением лидера команды Коркина все соперницы были примерно равны. За каждое очко приходилось биться, не жалея сил. А попасть в женскую лигу оказалось не так-то просто, рассказала игрок и администратор лисичек Марина Щетинина. Все команды, желающие принять участие, подают заявки. И лига сама на основании собственных критериев делает свой собственный выбор. Насколько я понимаю, один из критериев – это популярность, скажем так, команды, известность команды. Направленность команды на развитие женского хоккея в своем регионе. Мы активно сюда привлекаем новых девушек. И у нас действительно сейчас на играх есть уникальные ситуации, когда в команде выходит 11 полевых игроков-девушек. И это прекрасно. Первое место на турнире ночной лиги женского хоккея в группе «А» дивизион Мышкина и право на переход в высший дивизион на следующий сезон завоевала команда Коркина. Но самарские лисички не унывают, надеясь в следующем сезоне оказаться на их месте и вернуться в родной город лидерами российского женского хоккея. Виктория Шарая, Сергей Кизуркин, Максим Гусев. События.